Я занимаюсь местами... Максим Ярников! Так, с чего бы начать? Ну, с рекламы начнусь. От меня будет сейчас доклад, и потом одно ужасное рекламное объявление. Значит, пару... Вот про ВЛМ, про ГИТУ и про прочее, прочее, прочее. Поднимите... Ну, можете как-нибудь в разных характеризовать там, не знаю, кто знает, что такое ВЛМ? Насколько глубоко. Ну, на уровне прочитал одну новость на опеннете с комментами. Вооружившись примерно этим объемом знаний и прочитав в очередной раз очередную статью с клевыми комментами, я понял, что я не хотелось бы любопытства ради с этим разобраться. Поскольку я, вы все знаете, я гентушник, есть единственный способ разобраться, взять, попробовать, посмотреть, что из этого получится. Меня зовут Макс, я гентушник. Примерно так. Так у меня появилась идея сделать этот доклад примерно месяц назад. Параллельно я разбирался с ВЛМ. На самом деле этот доклад несколько раз, по крайней мере, содержимое его менялось. Сейчас покажу и продемонстрирую. Начнем по варианту. Для тех, кто, может, не очень внимательно поленился, читал только опеннет и не читал статью по дизайну и так далее, прозвищ картинка на тему того, как сейчас работают иксы. Есть у нас x-сервер, есть kernel, композитор, это ваш visual manager, как правило, и куча x-клиентов, это ваши обычные приложения. Здесь есть такая интересная штука, что, на самом деле, KMS, это kernel motosettings, приключение видеорежимов, оно недавно было в x-сервере. EFDEV, управление устройствами ввода, оно там пару лет назад было в x-сервере. Композитор, ну, рисование декораций, когда-то очень давно были в x-сервере. В x-сах есть пуски протокола, которые необходимы для того, чтобы декорировать ваши окна и старые x-серверы использовать. Но со временем люди, отвечающие за разработку x-сов, начали наводить там порядок и обратили внимание, что многие вещи лучше соответствуются с ядром. Какие-то вещи другие товарищи сказали, что мы хотим красивости и анимации, и прочего, вау, эффекты, жереля, поэтому нужен отдельный композитор. Вот x-сы, на самом деле, разбежались, разделились на кусочки, рендеринг шрифтов, в том числе, и очень много чего. Сейчас вообще там, грубо говоря, тункид x-сов почти никто не использует, все используют свою банджауровскую. И, на самом деле, данная инфраструктура x-сов, она привела к тому, что в x-сах, в самих x-сах, сейчас, после раздербания его на всех кусочках, на привезение в порядок, осталось очень мало. Ты насчет шрифтов сказал? Ну, сейчас некоторые шрифты сами рендерят. Что некоторые? Может, даже все. Притай? Наверное, даже все. Не-не-не-не, все не все, кто использует притай, кто не делает на клиенте это. А кто использует растерные шрифты, а кто использует серверные шрифты. Вот кто это делает? Я. Всегда при чем? На самом деле, вот это вот развитие, с точки зрения графики, в общем, люди, которые, на самом деле, вот это все рефакторили, приводили в порядок, они обратили внимание, что им приходится продолжать отвечать за x-сы, и они, в общем, какие-то странные стали и для огромного количества пользователей просто пустые внутри. И они решили продизайнить новую штуку, которую назвали Weiland. На самом деле, Weiland разрабатывается очень давно, и просто, грубо говоря, когда появились ее зачатки и его идей, у разработчиков, они сразу поняли, что вот эта вот архитектура нам как бы интересна. В чем проблема? Композитор, виду Монагер, он там нарисует всякие красивости, анимации, жиль, эффекты. Достаточно часто там возникает такая неприятная ситуация, что ваши приложения общаются с x-ами, потом, прежде чем вы видите кадр, оно пообщается с композитором, который что-то там нарисует, вот был пример скарпизм, какой-то бауэффектик и так далее. Для того, чтобы это при перетаскивании работало, получилось так, что почти весь серий, почти во всем арендеринге не участвует композитор. В общем, мы очень неэффективны, давайте мы это совместим. Но, поинт в том оказался, что x-ы для большинства, вообще говоря, людей уже пустых, совсем ничего нет, ну и практически ничего нет того, что используется. Они начали проводить определенный рефакторинг, многие вещи перенеслись в ядро. КМС, EFD в кернил, что у Вайланды, что у x-ов одинаковый. Здесь не отображено, но все, что касается разработки OpenGL, грубо говоря, там Месса, например, она общая у Вайланды иксов. Идея есть в том, соответственно, перехода к Вайланду. Давайте откажемся от x-ов протокола, возьмем другой протокол, который будет более подходить под современные нужды. Уберем из него все ненужное, добавим все нужное, ну, в таком стиле. Ну и совместим композитный менеджер и тот сервис, который общается с клиентами, чтобы не было такого странного переключения рендеринга туда-сюда, со свитчами, а просто клиенты рендерят что-то в какую-то OpenGL область или еще в какой-то Surface, а в Вайланд уже композитор отвечает за то, что происходит. При этом, вот здесь появляется много слова Вайланд, такой сущности, которая работает в виде отдельного процесса, как Вайланд, нету. Есть библиотеки. Клиентские и, грубо говоря, композиторы. Причем вы были даже, просто выполнив протокол, который вы не обходили здесь, он не на уровне библиотек. Выполнив этот, реализовав этот протокол, вы можете использовать свой композитор. Идея как бы проста, все читали немножко. Ну, я хотел еще раз подчеркнуть, что почти все ядерное общее. OpenGL уровень местовский общий. Приложения, как правило, используют, собственно, написанные на Toolkit, и весь вопрос стоит в том, чтобы у них появилась поддержка Вайланды, поэтому даже приложение общее. Тем не менее, всегда есть legacy-режим необходим, потому что у нас уже достаточно много инксовых плитейшенов, и им бы хорошо, грубо говоря, продолжать работать вообще без ничего. И, как и концепцию этого, была предложена идея, что давайте мы допилим X-сервера до состояния того, что он сможет рендерить данные не в видеокарту, а в Вайланд. Фактически вот такой вот проброс получается. Иксовые клиенты общаются по-старому с X-сервером, у X-сервера есть несколько кастомных драйвера, и он вместо рендеринга библиотекарта делает Вайланд, а Вайланд просто воспринимает все X-совые приложения просто как еще одни приложения. Ну, собственно, плевать. Опять же управляет, отвечает за приключения за обращение с ядром и так далее. Вот это и есть совместимость кастом на X-совке. Вестон, ну, чтобы понимали, что это такое, когда читали следующую новость, это всего лишь пример, но так получилось, что он становится пока единственным самым рабочим. Есть основания считать, что это изменится, но пока он остается единственным рабочим тем самым композитором, который совмещен с видовоманагером, которым можно пользоваться. просто скриншот, на самом деле, поставляется всего лишь пустым терминалом, который, опять же, на Вайланде написан, там есть несколько экзамплов, и вообще говоря, если вы запустите вестон, вы увидите на пару аппликейшенов, и в большинстве из ваших дистрибутивов вы просто не сможете сделать ничего. Ну, собственно, как я показывал, в таком же состоянии. Вайланд поскольку действительно программу нужно либо перекомпилировать, либо обращаться к тому самому X-совместивому 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 в патче, по поддержке которого, вообще говоря, в мастер-гита еще не влито. Вот. Несколько вот про то, какие компоненты участвуют и в этих взаимодействиях, чтобы вы понимали. Когда мы говорим про Вайланд, и то, какие у вас пакеты инфраструктуры необходимы в вашей дистрибутии, есть определенная кори-часть Вайланд X-сорг-сервер драйвера, они кастомные. Здесь есть интересный момент. Патчи, естественно, ввиду того, что Вайланд опирается на КМС есть для консорсных дров, есть один очень кастомный, софтварный, на самом деле, рендерер в LSHM. Это если, грубо говоря, вы используете проприетарные дровера или один из этих драйверов у вас не работает. Вот. Он просто позволяет, ну, это софтварный, скажем, рендерер для Вайланда. Вайланд Shared My Way. Toolkits. Те, тулкиты, в которых, по крайней мере, в данный момент заявлена поддержка Вайланда. Вот. С различным уровнем качества, но, как правило, это говорит о том, что данные тулкиты либо имеют модули совместимости, которые можно опционально собрать, либо их можно скомпилировать с поддержкой Вайланда. Таким образом, грубо говоря, когда у данных тулкитов есть поддержка Вайланда приложению, если оно не использует кастом и текстовых функций, если они напрямую, то перекомпилировали GTK или там собрались новые версии GTK. Это позволяет уже запускать ваше приложение под Вайланда или под экзамен, или выбирая, грубо говоря, куда он будет рендериться. Как правило, даже без перекомпиляции это происходит в Unpire. Вот это вот такое состояние, и, грубо говоря, если открыть документацию, в конце будут ссылки. То, что предлагают разработчики Вайланда и их серверы сейчас для экспериментов, это взять и собрать вот это все в хоуме. Вайланд, вместо Вестон, тут вопрос, вместо совсем недавно в вопстриме появилось, больше ни у чего в вопстриме Вайланд и Вестон вставляем патчи необходимых нет в данный момент. Они регулярно ребейсятся относительно мастера, но версий, в которых вышла еще поддержка, пока нет, по крайней мере официально. Поэтому вот это все вы фактически собираете в хоуме. Тулкиты, которые у вас необходимы с поддержкой вы опять же будете вынуждены чаще всего собирать в хоуме из-за зависимости на пакеты, которые у вас установлены в хоум. Это несколько возможно, но опять же с патчами. И было бы несколько странно поставить вот эти пакеты в хоум, а потом системному менеджеру там, если кто-то собирает из пакетов, собирает из исходников пакетному там сборщику или пакеты перебьюзывают с объяснением того, кстати, пакеты возьми там. Ну, там даже есть такой стандартный вариант типа можно собрать из исходников в УСР и, в общем, получить слагвари. Получить слагвари, но, как бы, специфика в том, что, как бы, мы все понимаем, что это некрасиво. Многие так используют только для экспериментов или в виртуальной машины. Тем не менее, вот это вот примерно то состояние, в котором я это все обнаружил, понял, что вот это все я у себя в хоуме компилировать не хочу, мне страшно. Посмотрел, пошел посмотреть, что у нас есть в эксперименте. На моем родном, как это, возможно, будет даже аналогично. Уже есть, если быть в YouTube, был Вейланд и Вестон. Вот, из Груз, ну, даже Месса была с поддержкой Вейланда и был ГТК с поддержкой Вейланда. ГТК-3. Повод уже экспериментировать, валоваться. Ну, запустив одно, второе, третье, ГТК мне не интересен просто религиозно, а светственно ты его запускаешь и видишь терминал и не можешь сделать с ним абсолютно ничего. Ну, ладно, у нас есть слей совместимости сексов. А, нет. Следующее, как бы, ну, вот это есть. В Gintu есть Qt-verway, по крайней мере, кто там знаком-то не знаком. В общем, грубо говоря, в Gintu есть Qt-5. Вот, задумавшись о том, что, ну, Qt-5, сейчас я Qt-verway соберу и хотя бы свою пару классических приложений, там, хотя бы, HelloWalk напишу, запущу под Вейландом сам ручкой, посмотрю, что это такое. Оказалось не так просто. Есть баг там, в конце концов, может, выставил я баг на то, что по какой-то причине в Gintu есть проблемы о том, что при сборке он не помечает у себя информацию о том, что, собственно, OPP-держивает доступен. И вообще говоря, с Qt-verway, никто и не позаботился о том, чтобы, собственно, его можно было там MR-шип поставить. Ну, здесь выставил баг и воркераунд простой ручками поправил. Будет все знакомый. Ну, надо учить. И написал патч для того, чтобы в Overlay появился Qt-verway. Так у меня появился Qt. Вот. Я смог написать на нем Hello World. Он у меня запустился. Я был доволен. Слайды. 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 Нет. Про Hello World. Ну, грустно там. Окошечко Hello World. Все классические. Окей. Дальше я вспомнил, как называемое. Ну, это ж не интересно. Там, сам писать приложение я точно не собираюсь. Вот. И, собственно, вспомнил о том самом магическом слое совместимости с X-ов. Дай-ка я хоть в X-аг запущу что-нибудь в VLand что-нибудь X-овое. И оказалось, что вообще абсолютно ничего не работает. И выйдет сообщение за взгляд VLand недоступен. И все не знают про опцию VLand. Вот это вот фрагмент Veston конфигурация. В Veston, напомню еще раз, в моем дискутиве спакетирован. Я не хочу то, что спакетирован оставить себе hold. А там при сборке есть вот такой вот кусочек кода. Если кто-то в страшных знаках помнит, что такое автотулс. Это фрагмент скрипта, который детектирует СПО на вашей системе. И в зависимости от этого определяет, собственно, какие-то настройки. Так вот, оказалось, что Veston во время сборки находит X-ы, которые он будет запускать в том режиме совместимости. Берет SPKG-конфига, строчку, фактически находит мой дистрибутивный X-ы, в которых, естественно, нет патчей по поддержку VLand. Собирается, и после этого запускаем Veston и ой, он говорит, запущены X-ы, не те, которые нужны. Ситуация безумно грустная, но хотелось ее исправить. Есть, грубо говоря, что я решил сделать? Точнее, у разработчиков в рассылке спросил, ну вы знаете, фигня какая-то, у вас там, конечно, мануал там хороший, но он же вредовый. его впадал в холме делать, у меня в дистрибутивах уже VLand везде есть. Давайте хотя бы как-то иметь рантайм, возможность конфигурировать X-ы, чтоб я X-ы собрал в холме, а вы потом, ну в смысле, пользователи могут рантайм в конфиге, в конфиге, не прописать запуск необходимых ему X-ов, которые там отдельно собраны, и чтоб хотя бы экспериментировать, баловаться, можно с минимальным геморроем. Вот. Мне сказали, вот добавь опцию. Соответственно, я написал патч, который добавляет в VEST поддержку вот этих вот группы, секции X-VLand и указание пасок к тем X-ам. Его, к счастью, быстро приняли, включили в следующий релиз, который, ну, вышел, скажем так, неделю назад. И, собственно, теперь я уже мог экспериментировать с X-ами. Вот там вот лежит мой лаптоп, я принялся уже его подключать. Чуть-чуть позже можно будет подойти и запускать что-нибудь, и убедиться, как там, что работает, что не работает. Вот. В таком статусе находится VEST и прочее это развить к динту. Прекрасно. Дальше может кто-то больше. Каттернк Ди, они же перешли на новую структуру лайхаус, то есть выстроили вертикальную ракцию в мозоле и фактически, как я себе представляю, не нужно даже весь китай собирать для того, чтобы и начать его использовать на Вейлэнде и просто будет две разные сошки, одна для XO, одна для Вейлэнде. Так и происходит. Так и происходит. Вот этот пакет, который добавил Qt в Вейлэнд, он отдельно собирается. после наличия Qt уже это должно быть Qt-Cory, Qt-GUI, какое-то самое слово. После этого ты собираешь Qt в Вейлэнд, он добавляет твоему Qt сошку о том, что ты можешь рендериться на Вейлэнд и при запуске приложения у Qt есть механизмы по выбору того, на какой бакен ты будешь рендериться. Это параметр минус платформ или можно указать переменную окружения, чтобы он выбирал тот рендерер, куда ты хочешь. Собственно, вот это было необходимо. На самом деле звучит коротко, но по большому счету получается в данный момент есть полноценно работающие ГТК, полноценно работающие Qt и Вейлэнд Вейлэнд с поддержкой Qt которые в данный момент должны быть собраны в хоуме, но я надеюсь патчи будут достаточно скоро приняты и по крайней мере они уже есть и можно локально ставить. А ты не пробовал запускать Qt-шное приложение уже собранные у тебя стандартные поставки через Qt У меня в системе очень мало приложений собранных с Qt-5 примерно 0 кроме моего Hello World У меня собственно вопрос значит немножко риторический но Вейлэндом Вейлэндом этот мир миром кто-нибудь на API предоставляемой хайкушной графической системой смотрел на расстоянии хайкушники бегают уже лет 10 и всему миру рассказывают о том что у них у них тоже нет X-ов то есть X-11 у них тоже собственная платформа за счет чего вроде бы судя по тому что пишут действительно платформа хорошо подходит для мультимедиа собственно та же задача ставилась у них что и разработчиками мира и вейланда кто-нибудь сравнивал возможности вейланда мира и хайкушные системы на уровне API разработчики вейланда это делали они ознакомились не могу ответить я точно знаю что они сравнивали с андроидом потому что в андроиде на самом деле вот эта вот архитектура я не теряюсь если она будет там та же из-за разряда композитора совмещаем а все остальное движение в андроиде вот именно такой степ уже давно вот окей вот и там это схема она как иконка мусорки она очень давно всем известно просто линус в данный момент являлся тормозом и последняя продакционная система которая на этот стек не перешла у меня возникает вот такой вопрос каждый дятел изобретает пусть даже на основании общей схемы свою собственную графическую систему и потом другим людям пишущим графические приложения приходится под эти взятки подстраиваться под хайку отдельно под вейланд отдельно под андроид отдельно под макойс отдельно под x11 отдельно спрашивается нахера нахера что еще будет всякая разная макс сорвал по крови что это то же самое что мир вот честно говоря хотелось бы видеть какой то общий api для того чтобы унифицированный протокол не протокол даже а не с уровнем api который под gdk под qt вот он он всегда кмс даже в том числе во фрибсд и это по уровне ну круг горя определенные вещи должны быть в ядре есть уровни которые есть переключения я говорю о уровне несколько выше уровень выше это уровень мессы месса в данном общее для иксов и не знаю что используют ну да openjel фактически для рендеринга все они используют openjel а точнее embedded openjel если бы так все было радужно почему бы мне тогда не скомпилировать скажем икс терм под хайку но в хайку нет нормального терминала потому что икс терм написан с использованием иксовых библиотек и надо либо тебе грубо говоря какой-то уровень совместимости специальная иксовая библиотека специальные иксы которые рендерят vln сохраняя ip вот рендерят в хайку сохраняя ip либо править исходники и заменять по-друге вообще направление модификации в котором двигается весь мир в данный момент давайте использовать openjel давайте все рендерить в openjel и так далее в данный момент данная схема приводит к тому что для андроида икс мира и вот вейленда можно будет использовать одни и те же драйвера фактически вейленд двигается в ту сторону того вот этот протокол используя openjel вот пришли к тому потому что в данный момент возможно использование коммерческого open-source драйвера без перекомпиляции которая одновременно позволяет работать поверх для андроида и для икс мира если определенные интерфейсы в хайку например были бы аналогичны то возможно тот же драйвер выходил бы для хайку протокол унификации ответ на твой вопрос openjel а точнее n-bandjel то есть ты уверен в том что он состоялся и проблем нету я не уверен за счет того что он состоялся просто вижу что все в эту сторону двигаются через десять лет все могут передуматься хорошо если он состоялся предположим лучше зачем тогда два параллельных проекта wayland и нет в чем отличие не с целью разки не с целью разки но это еще на самом деле не 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 там грустная ситуация а API как бы он API у них одинаковый ежели если мы говорим про рендеринг да в этом я уверен драйвера грубо говоря все радуются на самом деле даже разработчики на тему собственно вмешивания canonical потому что canonical будет деньгами вмешиваться в вендоров коммерческих драйверов которые начнут давать ежельные драйвера вот я не знаю в каком ситуации с Raspberry Pi но помню что там с X нет драйверов а под Wayland есть драйвера уже есть ну под X нет там есть ежельные драйвера хорошие вот и же там не для Wayland а для андроида наверно для Raspberry да нет они просто просто жельные драйвера не для чего там есть ежельные драйвера которые подошли вот ну в чем отличие там есть политический аспект в том что XMIR разрабатывается скорее закрыто а Wayland скорее открыто Wayland разрабатывают те самые люди которые писали иксы последние десять лет а XMIR разрабатывают люди которые не писали иксы и есть определенный вопрос доверия как они могут в принципе справиться или нет XMIR не хотят Wayland потому что не хотят иметь полный контроль и быстрее разработку они вот эти вот дизайны Wayland реально пять лет пять лет прошло продакшене не имеет ну Canonical считает что это фигня полнейшая мы сейчас за два года напилим и выпустим продакшен вот опять же с точки зрения архитектуры несколько XMIR это действительно X-овый сервер он полностью сохраняет сверху X-овый протокол просто он работает это прекрасно вот но в данный момент у тебя есть иксы которые тоже сохраняют X-овый протокол но рендерят ну вот в этом моменте есть так сказать нюанс если сейчас допустим ну я собственно о чем я очень широко по работе использую именно сетевую прозрачность X-овый протокол а я абсолютно не заинтересован допустим в 3D-шечках в ГЛ-шечках мне это все абсолютно на моем доступе не нужно вот вполне себе иксы с моими задачами отправляются но тем не менее есть вопрос если иксы сейчас будут работать допустим поверх Вейленда поверх XMIR поверх там еще какой-нибудь дверяний что терять? иксы уже не будут иметь непосредственного доступа к МС непосредственного доступа к ГКУ и так далее то есть что мы в общем-то от этих приложений получим сейчас я могу медленно но все-таки могу по сети гонять допустим видео как приложение да? да там player так сказать минус во x11 и так далее я могу это сделать? смогу ли я это сделать если иксы будут работать поверх Вейленда? да уверен? ну смотри когда ты гоняешь по иксу мы речь идем о том что у тебя вот между x-сервером и здесь что-то есть что угодно тебе трафик как трафик раньше переходил в твой x-сервер? нет я понимаю я не про теорию я про то насколько иксы доберутся до необходимого ему от ядра если между ними сейчас а иксам не надо добираться до ядра у них же есть драйвер вот этот вот ddx часть которая собственно драйвер dependent часть иксов вот те самые драйвера на самом же деле меса или там бинарные драйвера если кто-то обращал внимание они уже полностью реализовывают весь ddx под вашей видеокарте а это всего лишь драйвис-депендент часть икса которая там отвечает за ну это какой-то сигнальный уровень взаимодействия с драйверами у твоих иксов которые когда они запущены в Вейленде вот есть вот эти вот драйвера все что грубо говоря они несколько пропанчены и понимают то что у них есть другая gpu и всего лишь они рендерят в другое место они рендерят в текстуру а Вейленд отвечает за то чтобы эта текстура была от рендеры на на видеокарте ну то есть максимум что я теряю то есть получаю это дополнительный тормоз тут есть смешная шутка вот здесь у тебя был контекст свитчинг вот здесь у тебя нет контекст свитчинга при рендеринге и в общем очень даже спорно потеряешь ли ты тормоза или даже выигрываешь люди умудрялись находить синтетические тесты которые при запуске вот в таком режиме оно работало быстрее чем в фронативных иксах да Вася Харужик говорит что на разборе и так работают иксы быстрее да за счет того что нет контекста свитчинга но контекст свитчинга происходит со всеми этими маргинальщинами с твоей точки зрения которые используют KDE и прочее вот и в прочих аспектах нет ну почему под KDE есть полтора хороших приложений но так или иначе вот в общей схеме да теперь не будет контекст свитчинга и за счет этого еще ну бабка на двое сказала что быстрее то есть они работают с их сервером в одном процессе то есть стабильность станет еще меньше в два раза иксы рендерят в текстуру а текстуру натягивает на окно уже на gpu а понимаем если нет контекст свитча то это означает что иксовая на стропе над вайландом работает с вайландом в одном процессе нет 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 здесь раньше был дополнительный контекст свитч у тебя был x-сервер который переключался на там не знаю к windows или как пис передавал ему текстуру ну не копировал но так или иначе был контекст свитчинг в композит который рисовал эффекты а потом был контекст свитчинг обратно в иксы вот вот этого теперь туда-сюда нету грубо говоря здесь было раз-два туда переключились обратно переключились здесь есть контекст свитчинг но он односторонний иксы отменяли в текстуру передали вайланд но это один не два контекст свитчинга выигрывается а один все в данный момент единственный работающий windows management работающий под вейланд чувствует овес и так будет еще двадцать и так будет еще ли двадцать да? зависит от никто ну это шоупенсорс люди кричат мы сейчас пилим пилим а пройдет десять лет или год никто ж не знает в данный момент ковин и гном достаточно близки к тому чтобы сказать до свидания до свидания до свидания до свидания это значит что они смогут собраться без иксов ага так иксы выкидываются или смогут собраться это две большая разница гномовцы среднюю клавишу мыши только что вот в следующем релизе выкидывают гномовцы выкидывают поддержку не поверх всем сном д поэтому они могут выкинуть иксы очень оперативно но это гномовцы ну вот это правда жизнь что они с ним делают то есть если люди выкидывают среднюю клавишу мыши для копипаста и работают не поверх систем Д то чего-то от них хочешь ждать это речь группового самоубийства вот ну грубо говоря это же ничего не меняет это же не отменяет того факта что грубо говоря ты в гноме запущенный поверху ойленд и сможешь продолжать запускать свои иксовые приложения а ты смотрел на и вообще управление окнами нет просто интересно насколько оно отличается от иксового то есть насколько сложно будет портировать существующие а ты посмотри вот я по приколу у меня есть пару приятелей они размахивают флагами с хайку вот рассказывают везде ходят о том что хайку самая лучшая процедура в мире и они принципиально не хотят в отличие от мэйленда сделать иксовую настройку для того чтобы получить нормальный терминал поэтому да 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 я объясняю люди сделать на верху где-то принципиально мир прогнется под нас именно под нас именно под хайку и живут без терминала вот я наблюдал патчи под 200 килобайт для хайку по-моему для ГЦК 200 порядка 200 килобайт патч такое уехал мой троллейбус ну здесь я примерно так примерно так же и вы в смысле ну короче я примерно там патч понимаешь это гораздо больше чем Windows Manager ну так вот именно о чем и речь тебя интересует какой здесь патч да не меня меня больше интересует протокол Windows Management он в X довольно лаконичный ну то есть всякие Windows Manager ну там есть определенные штуки которые людям не нравятся с touch screen с пробросом input устройств и вот они ну есть такой знаменитый деклад одного из X разработчиков на FOS Demis в прошлом году постарайтесь найти его в котором он говорит я знаю что в мире существует ровно один человек который может фиксить баги в механизме input регистрации input устройств в X это я я этого делать не хочу я устал за 15 лет я ухожу у меня еще один вопрос значит к присутствующим из присутствующих кто-нибудь сетевую прозрачность X использует? то есть подавляющее меньшинство из присутствующих кто-нибудь SSH-X использует? изредка немножко больше но тоже подавляющее меньшинство то есть никому не нужно так а говорили что подвайланд сделают тоже сетевую прозрачность я сомневаюсь в том что подвайланд это произойдет при моей жизни да это начали уже в данный момент существует два в данный момент прямо в данный момент подвайланд существует два модуля сетевой прозрачности можно сказать ну грубо говоря первый это какой-то они сделали кастомный как proof of concept второй это использование RDP прямо сейчас вайланд можно собрать поддержкой RDP и по RDP ходить к любому вайланду неправославный но тем не менее RDP протокол вполне вполне в третий в данный момент идет разработка еще двух модулей это VNC и четвертый модуль QXL или SPICE протоколы который продвигается активно на Red Hat в данный момент вайланд вайланде в обстриме в версиях есть RDP значит все-таки произошло при моей жизни это событие скажем так там получилась такая ситуация если как бы немножко много людей кричали что мы хотим сетевую прозрачность четыре разработчика собственно которые пилили вайланд которые занимались разработкой они нытьем на форумах они не обращали внимание на этот треп они были заняты другим потом в какой-то момент обнаружили и сделали поддержку RDP за неделю и свой кастерный протокол Proof of Concept за три дня люди которые пили ну косты ну то есть одно окно оно не отрендерит в той эндоскопе в смысле у RDP есть байдизайн семь лес режим да то локс его использует уже лет десять это один из замечательных лучших способов взломать Windows 2008 сервер тебе дали одно окошко ты вызываешь справку через справку вызываешь терминал через терминал скачиваешь на ПТП и пошло вот еще какие-нибудь вопросы надо пообсудить а не по докладу ну окей тогда у меня все а а а а сейчас подожди мы можем по поводу Qt4 и так далее есть приложения которые уже собраны и они давних навсегда останутся и которые еще не собраны разница между Qt4 и Qt5 она очень маленькая это не между Qt3 и Qt4 она реально очень маленькая она больше со стороны внутренней организации то есть Qt4 не такой модульный поэтому вряд ли кто-нибудь добавит его поддержку в данный момент почти все занимаются тем что просто мелкими патчами доводят свои программы таким компилируемым под Qt5 с gtk 3.0 несколько аналогично правда ну не знаю по их внутрительности API SDL вообще свой API не изменил в связи с переходом ну просто добавили поддержку и все Qt4 не знаю в Qtk 2.0 3.0 по крайней мере я не делал ну товарищ говорил что достаточно хедера поменять и если подалить несколько ошибок ну понятно что есть какие-то аспекты если были кастомные виджеты то все хоронить будешь долго переписывать ну если были а если не были ну многие так делают а и под Qtk 2 тоже в смысле просто есть программа которая только под Qtk 2 авторы сделал хедеры заменяешь чтобы он собирал из Qtk и собираешь в принципе многое работает можно посмотреть драматически на цифры там 4,5,2,3,1,2 там дикт не очень большой кстати по поводу всяких там по поводу первого доклада Костюка всякие оригинальные window-менеджеры в виде LICCD дистрибутивов собирают Shiguin под alt-linux так что если кому хочется увидеть EFL и enlightenment и всякие там разные штуки типа там Trinity звучащие и может быть даже под VLAN там есть LICCD можно попробовать декларирование переход на дебаз переход на Qt4 декларируем Qt4 да так что буду доперевать окей еще вопросы можно название XF86 они по моему разве не так называются да традиция потому что XF86 это наброс так сложилось это наброс XF86 намек на то что давно мертв понимаешь? как правило лет если нам вождение тут у многих тогда только родились а у многих я так называю и не родились у тебя еще вопросы? Снайс бочки нет у меня есть маленький Макс да выключай мы тут с Яночкой поразбекаемся